всем 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 привет мои дорогие друзья вы меня очень часто спрашиваете в комментариях как перевести свой собственный автомобиль из россии в беларусь если вы туда переезжаете насовсем как его перерегистрировать как получить номера беларуси что нужно в гаи нужно менять российские права на белорусские и так далее так вот в этом ролике я поговорила с человеком который переехал из россии в беларусь год назад примерно человек в этого все видели в прошлом моем ролике прогулки по минску он является подписчиком моего канала зовут его denis и denis перевозил из астрахани откуда он переехал в минск свой собственный автомобиль перерегистрировал его на белорусские права на белорусские номера заговариваюсь извините и сейчас он вам обо всем об этом расскажет друзья хочу про спросить дениса он уже год назад переехал год до переехал из астрахани в минск и сделал очень важное дело на своей машине да и перерегистрировал машину здесь в беларуси вот я поэтому и хочу спросить чтобы он рассказал об этой процедуре сколько это стоит как это делается потому что меня очень многие спрашивают а я этого не знаю ну и вообще общее впечатление от переезда и жизни в минске начинай здравствуйте а вот ну прежде чем ну чтобы поставить машину здесь на белорусский учет нужно ее естественно снять в россии с учета снять с учета поставить на транзитные номера для выезда за границу там специальные транзитные номера спереди там буковка т номера потом вот в россии дается месяц что можно месяц на этих номерах ездить здесь минске я спрашивал вместо гаишников они не знают сколько можно ездить на российских развитых номерах то есть заехал и езда то есть я специально подходил спрашивал сколько я могу на них есть они как мы не знаем белорусских транзитах можем три месяца ездить на ваших мы не знаем ну я как бы уложился в этот месяц просто тебе нужна была регистрация обязательно потому что ты работаешь в такси да меня не брали на работу на российских номерах вот и здесь нужно поехать гаи нет 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 сначала сначала нужно в таможню а можно там помогает собрать все документы таможенные брокеры они про не называется вот и принципе все это делается за один день если с утра поехать они на компьютере там делают все документы флешкой отдают там отделение ничего таможне вот я там где-то прождал в таможне ну на не часа полтора-два вот и все они дали бумагу ну сколько стоит там белорусских рублях я не помню но на российские деньги около 17 тысяч рублей плюс минус и потом по моему тоже в течение трех или пяти дней там можно с этими документами едешь в гаи и здесь ставишь уже ночью ставишь да она выдают номера здесь единственное что не как в россии у нас в россии например отдаешь документы в гаи тебе сразу выдают номера там в течение часа двух здесь такого нет здесь отдаешь документы и только на следующий день тебе отдают право номера да причем это жутко неудобно потому что я в них спрашивал говорю вы у меня забрали документы забрали номера на машину транзитные я к вам сюда на машине приехал и как поеду обратно домой без номеров да из документа вообще без да они говорят ну что вы как бы можете доехать до своего места жительства где вы зарегистрированы без номеров и завтра вы приедете за номерами уже как бы на общественном транспорте на такси там на счет получите номера поедете обратно поставите номера на свою машину ну и езжайте куда угодно уже с белорусскими номерами здесь вот такие правила но в принципе это вы со сколько дней получилось сделать ну грубо за 1 за 2 таможня ну и ну получается грубо говоря два дня ну и по деньгам это на российские 17 тысяч ну и тут в таможне 17000 ну и здесь как бы госпошлина за номера но не сильно но там как базовая по российским правам сразу спрошу потому что тоже очень много вопросов у тебя остались российские права машина на белорусских номерах ты ездишь с российскими правами сейчас отменили да сейчас отменили при оформлении вида на жительство раньше нужно было в течение по моему 90 дней поменять на белорусские права сейчас это отменили по моему с прошлого года и сейчас до дача не срока годности прав я могу ездить на по российским правам но документы на машину у меня полностью белорусские то есть ты платишь дорожные сбор тут короче техосмотр и все такое прочее техосмотр здесь обязательно техосмотр стоит по моему 1 базу 32 там вот проходится достаточно тоже быстро вот ну правда нужно чтобы машина была одна технически справа состоянии и плюс обязательно что меня удивило нужно огнетушитель аптечку и все вот это вот знак аварийной остановки то есть это они спрашивают причем даже проверять срок годности огнетушители все строго ясно ну и все то есть как ты считаешь особых проблем не возникло на мне при оформлении нет проблем каких-то там бюрократических проволочек и так просто единство что для меня был неожиданным что мне не видели сразу везде свои номера везде свои нюансы но хотя бы на следующий день что же не вот и вот уже целый год практически живешь минске что можешь сказать красивый большой чистый город вот работая в такси объехал весь город наверное да да по 150 по 170 километров день видел все и дворы и центральные проспекты и все скажи вот пожалуйста зимой хорошо убирают на те же дворы например потому что у нас вот всегда проблема здесь конечно не всегда убирают не успевают в этом году и очень снежная зима была во дворы заезжаю конечно да очень скользко и сугробы дороги выбирают очень хорошо вот все центральные и не центральные дороги убирают сразу причем как-то ехал и к вечеру обещали снег вот и они начали посыпать дорогу еще до этого снега заранее заранее белый порошок такой не знаю на что похоже вроде как и не соли и не знаю что ну вот то есть посыпают даже заранее перед снегом то есть какой-то таких-то жутких гололедов здесь не бывает на дороге там как бы снег ниже а вот опять же как к автомобилисту вопрос ты на машине в астрахани постоянно ездил ты тоже там работал в такси да и здесь тоже все время на машине где машин остается чище в астрахани здесь даже после дождя она еще чище становится чем в астрахани такого не было астрахани конечно хотя там вроде бы южный климат что там грязи то особой тоже нет не должно быть здесь намного чище она и что зимой в принципе что летом после дождя ну редко когда прям грязная грязная да что как часто моешь машину пару раз может в месяц это только потому что это такси чтобы клиентам было приятно садиться в машину хорошо еще такой вопрос по поводу того что ты из россии как клиенты считывают что ты из россии или нет пакция ну вот какое отношение меня часто спрашивают в комментариях какое отношение к русским вот человек общается с огромным количеством народу можно сказать да сколько ты за день переводишь по сам перевозишь пассажиров и 10-15 человек наверное да ну конечно не ты не с каждым наверное разговариваешь не все разговорчивые практически все нормально то есть ну даже там за очень там редким один человек у меня был который неадекватно отреагировал а так все говорят что мы рады там что к нам переезжают люди всегда все адекватно очень реагируют хорошо ну узнают по акценту сразу спрашивают откуда что из россии или из какого города город не интересует интересует говорю что из астрахани у всех ассоциация это арбузы сразу арбузы рыбалка ну а с чем еще ассоциация в астрахани да больше никто не знаю да не знают где астрахани находится территориально кто-то мне говорил что это где-то на урале кто-то где-то то есть ну как бы надо рус и россию понятно что у нас она большая они не знают очень очень редко кто угадывал где астрахани находится но в принципе когда ты сюда переехал ты же еще квартиру здесь купил в астрахани продала купил квартиру здесь вот с покупкой квартиры какие-то сложности были или тоже быстро нашел быстро оформил что нашел и ну да в принципе относительно быстро там в течение наверное там пару недель но я до этого еще мониторил как бы рынок смотрел там на сайте вот покупал квартиру через риэлтора вот тоже никаких проблем они там до проверяют ее на чистоту сделки чтоб не было никого прописано вот предоставляет документы я привез привез отсюда сюда вернее деньги в доллар наличными наличными да ну здесь как бы принципе официально долларами расплачиваться нельзя надо нельзя нельзя категорически нельзя риэлторы но мы скажем так расплачиваться долларами нельзя поэтому вы меняете доллары по курсу надеюсь сделки и отдаете покупателю в той валюте который который его устраивает ну и все ребята поняли в общем но сколько времени прошло в поисках квартиры как долго искал сколько вариантов посмотрел ну где-то около десяти вариантов и просмотрел выбрал ну достаточно быстро до получается но устраивает этот район вот где-то сейчас купил все устраивает парк рядом речка рядом вот от центра города то 4 километра вокзал 4 километра ясно но доход таксиста тоже устраивает в общем есть на что жить ну что вот я так коротко хотела просто по расспросить потому что вот задают мне вопросы на которые я например не знала ответа вот папа и переоформлению машины большое спасибо что ответил большое спасибо что возишь по минску очень интересно кстати мы ему уже сказали что денис делал экскурсии индивидуальной потому что он очень много за этот год изучил что касается минска и вообще все прямо рассказывает очень интересно ну вот я надеюсь на большинство вопросов денис смог ответить если еще какие-то у кого-то остались вопросы пишите их в комментариях либо я может быть знаю на этот ответ либо я спрошу опять же у дениса ну или может быть поможем как-то мы с ним вместе ответить на ваши вопросы на этом я с вами прощаюсь скоро-скоро новый ролик далеко не уходите всех люблю целую